всем привет дорогие друзья с вами снова я алексей и сегодня вашему вниманию я бы хотел представить свое новое видео видео по игре евротрак симулятор 2 на этот раз то снова обзор модов и сегодня у меня на обзоре очередной американский тягач и тягач под названием kenard t800 данный автомобиль продается в автосалоне дав как через онлайн покупку так и через собственно говоря сам автосалон продается он также в британии вы можете его найти вы можете найти его в заказах агентств так что он прописан абсолютно везде и также вы сможете на него посмотреть в конфигураторе грузовика ну что ж давайте непосредственно перейдем к обзору мода посмотрим его внешний экстерьер внешний план грузовик очень даже вполне себе качественно немножко мне вызывает вопросы рама то есть ну я понимаю что да возможно здесь в таких местах расположены вот эти все болты гаечки винтики но здесь это просто текстура и смотрится это если честно не очень красиво но в остальном в принципе если смотреть на грузовик в принципе все щели которые есть которые должны быть они ровные грузовик если не ошибаюсь запечен так что в принципе остальных вопросов у меня к нему нет касательно собственно говоря экстерьера никаких косяков никаких багов ну я здесь не вижу ладно давайте перейдем непосредственно к самому моду как видите здесь одна кабина одно шасси очень много различных двигателей то есть как видите здесь практически идентичный набор моду фрейдлайнер коронада который мне было немножко ранее на канале я думаю что здесь абсолютно на прописаны те же самые двигатели но здесь поначалу стоит не знаю какой даже завода ставят ну давайте поставим caterpillar на 475 лошадиных сил и соответственно здесь под каждый двигатель прописаны свои звуки так что будем в этом обзоре делать упор на caterpillar дальше у нас опять идут коробки несколько вариантов коробок коробки и там fuller но они ставятся на американские тягачи к сожалению также не знаю не загуглил не нашел информации в гугле не в яндексе какая все таки коробка была на данном автомобиле завода ну так что по традиции просто сами ставим самую дорогую как видите у модели есть свой собственный салон в спальне к сожалению заглянуть не могу потому что ограничивается это все в конфигураторе грузовика но в остальном в принципе текстуры салона довольно неплохие да единственное что здесь есть и в некоторых местах блески сильные сильные блески есть но я думаю что это все таки из-за того что здесь куча всяких окон в спальнике там тоже очень много окон здесь у нас люк с вами есть так что я думаю это вполне нормально что где-то местами текстуры все-таки бликуют ну якобы типа солнце светит но в остальном анимацию всего этого салона мы проверим естественно чуть чуть позже ну а пока посмотрим на варианты есть вот такая вот замечательная эксклюзивная отделка как видите у нас поменялась обшивка дверей она стала более такая другого абсолютно цвета если здесь она у нас красная здесь у нас она такая серовато и меняются вот эти вот деревянные вставки дальше есть такой модерн небольшой как называется да то есть у нас обивка становится зеленой дерево меняется на такую серебристую панель ну и собственно то что у нас стоял стандарт дерево и красная обивка собственно говоря салон и сама модель если я не ошибаюсь там время было написано по моему все это дело из третьих дальнобойщиков то есть ну вот все таки досмотрите как красиво это все сюда перетащили все текстурки подтянули и все это очень-очень даже хорошо выглядит ну в принципе достойно ладно давайте посмотрим на перекраску кузова здесь поддерживаются опять-таки перекраски но никаких заранее подготовленных перекрасок кузова не было но зато для этого в архиве присутствует целых две текстуры то есть вы сможете сами уже нарисовать все что захотите и прописать но в остальном грузовик красится в обычные цвета и в цвета металлик здесь к сожалению пока я не могу показать цвет металлик но поверьте он красится дальше перейдем к тюнингу как видите здесь прописаны свои собственные колеса как и в случае с коронада называются они алько колеса довольно неплохие так что я думаю на них можно спокойно даже полносе покататься дальше начнем нам сразу спереда потому что сзади у нас больше здесь тюнинга нигде нет как видите у нас два вида бампера то есть вот такой пластиковый грубо говоря да и вот такой хромированный ну давайте оставим пластик и опять же как было и на коронада здесь практически абсолютно тот же самый тюнинг за исключением того что его здесь очень очень мало ну намного меньше чем хотелось бы конечно но можно поставить такие вот зато замечательные брызговики вперед кент кенвартовский будет смотреться довольно неплохо но сюда я думаю можно каких-нибудь лампочек там понавешать но уже это все по вашему вкусу далее мы можем сделать вот такое вот лога я не знаю если честно чем оно отличается ну это вроде как хромирован это просто красная да и зачем вообще нужно то есть ну как то я не знаю я не любитель того что вот это все навешивать так что его снимаю просто показываю что вам что есть такая функция установки вот эти две точечки у нас отвечают за эмблему на капот то есть либо вот такая либо вот такая с огнем мы смотрятся довольно не плохо но я все-таки оставлю н angle такой стандартную то есть это у нас две точки за это отвечают ровно по середине мы сможем поставить чтобы такую вот замечательную дамочку и такую замечательную птичка ну по-моему на кингерте стоит дома если не ошибаюсь и чуть выше мы сможем поставить такую замечательную мухобойку. В принципе, смотрится она также довольно неплохо. Далее, здесь мы можем поставить зеркала, соответственно, левое и правое. Но здесь я хочу сделать небольшое отступление. Переключимся сразу в салон. У меня почему-то на левом зеркале, как видите, нет отражения. То есть, на правом все работает, а вот на левом почему-то нет. Я не знаю, может быть, это просто у меня какая-то проблема, но моды у меня все отключены. То есть, у меня специальный профиль, на котором я не подключаю ни один мод. Чисто проверяю один мод для обзора и потом его отключаю и убираю. То есть, я уже и посмотрел на других профилях, попробовал подключать какие-то моды. Может, думал, что это какие-то баги с накладкой на другие моды. Но нет. Почему-то вот именно вот на этом левом зеркале у меня такой баг. Если это у вас также присутствует, то напишите в комментариях, как вы от этого исправились, избавились. То есть, я не знаю. Пока что давайте уберем левое зеркало. Ставим только правое. Ну что ж, дальше. Здесь у нас точечка также добавляет вот такие замечательные воздушные фильтры. Или как это называется правильно? Сейчас тоже уже не помню. Здесь сверху я буквально только что заметил такой интересный баг. Не баг, не знаю. Но как видите, здесь люк открыт. А в салоне-то он у нас закрыт. То есть, ну вот такая несостыковочка имеет место быть. Но в остальном зато салон сделан довольно неплохо с внешки. Ну здесь мы с вами сможем поставить две дополнительных точки. И на них мы сможем с вами установить тоже какие угодно тюнинг-аддоны. Да, то есть здесь есть специальные трубы, вот даже под Т-800. То есть, ну как видите, смотрится все это, конечно, очень-очень недурственно. Здесь мы сможем поставить дым из труб, чтобы он у нас постоянно валил. Ну а здесь мы уже можем поставить либо вот такой спойлер, либо просто дополнить кабину повыше сделать. И в принципе все. Остались только ходовые испытания, которые вы увидите буквально через пару мгновений. Итак, уважаемые зрители, ну что ж, собственно говоря, вот я и в игре. Есть у нас еще раз возможность оглянуться по салону, посмотреть на него. То есть, здесь опять же присутствует шагающая камера, вам просто нужно потянуть мышку вправо и вы перекиньтесь в салон. Вот, как я и говорил, здесь куча окон, немножко они подтонированы, такой голубовато-зеленой тонировкой, снаружи практически то же самое. Ну и снаружи у нас есть также возможность посмотреть на грузовик. Так, ну что ж, давайте включим, наверное, ночь и посмотрим на освещение. Как видите, это у нас включаются габариты, ближний, точнее уже, да, это ближний свет, дальний, как видите, зажигаются все фонари. Соответственно, аварийная сигнализация. Здесь, насколько я понимаю, установлена лайт-маска. И сразу хочу вас предупредить о том, пока вот ночь имеет место быть то, что когда вы включаете поворотник, у вас может вот здесь вот освещаться область такая небольшая. Не пугайтесь, потому что это работает поворотник и, в принципе, это все нормально. Так, ну что, давайте включим снова день. И сейчас нам нужно поставить погоду. Заодно проверим дворники. Ну и вот, как видите, заодно проверяется у нас и подсветка приборов. Также у нас полностью рабочий бортовой компьютер переключается клавишей. И, то есть, это без проблем. Дворники, как видите, работают. Дождь слабого стекла не убирают. На остальные стекла у нас дождь также падает. С внешки дворники также работают, что, безусловно, плюс. Дым у нас валит, но двигатель пока не заведен. Собственно, дальше у нас как раз таки и пойдет проверка звуков двигателя. И, наверное, сейчас на пару мгновений я все-таки замолчу, чтобы вы насладились звуками. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну что ж, друзья, вот, собственно, вот такие звуки присутствуют на данном автомобиле. Повторюсь, что здесь для каждого движка свои звуки. Сейчас вы слушали звуки двигателя Caterpillar, если я не ошибаюсь. По-моему, я его все-таки поставил. Ну, вот такие вот довольно приятные звуки. Даже есть еще так же гудок, который забыл проверить. Очень неплохо звучит. Чисто так по-американски. Ну что, друзья, я надеюсь, обзор данного мода вам понравился. Ссылку на скачивание по традиции найдете в описании к данному видео. Ну, а на этом все. С вами был я, Алексей. Я желаю всем хорошего настроения. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok